Привет, друзья! В этом году, как и в прошлом, я ездил в Минск на Wargaming Fest на День Танкиста. В прошлом году это было замечательное мероприятие, и я решил его повторить и усилить. И в этот раз поехал не только с сыном, но и просто всей семьёй, ещё и с маленькой дочкой. В этот день в Минске проходил не только Wargaming Fest, но и полумарафон, в котором, кажется, принимал участие весь город и все его многочисленные гости. Но я поспешил в Музей Победы, очень хороший музей, кстати, рекомендую всем, кто будет в Минске, обязательно туда зайти. Я поспешил в этот музей на пресс-конференцию, нарезки, с которой я сейчас вам покажу. Там рассказывали не только и не столько про танки, сколько про сам фестиваль и про различные новости, связанные с миром Wargaming. Новости, на мой взгляд, любопытные и оптимистичные. Поехали! Я вам всю правду матку расскажу, то, что сейчас пиар-клуба резко напряглась. На самом деле начнём быстренько, потому что очень много дел, очень хочется поговорить о тактуре, хорошо. Для тех, кто не знает, компания Wargaming была основана в 1998 году. На текущий момент у нас 28 офисов по всему миру, 4,5 тысячи сотрудников, 200 миллионов плюс регистрации во все наши проекты по всему миру. И мы стали визитной карточкой этой стороны. Нас все знают, нас все любят, это очень здорово. Дальше. Как появился мероприятие «День танкиста»? Это мероприятие восьмое. Но, как все уже знают, все говорят о том, что у нас было 200 тысяч человек в прошлом году. Примерно 8 лет назад было человек, наверное, 200 всего. С каждым годом мы росли и развивались, ровно так же, как и рос в нашем праве. Три года назад было принято непростое решение переехать в центр города. Долгие долгие переговоры, потому что надо было донести людям, что мы делаем хорошее мероприятие, действительно, не только для танкистов, не только, правда, наших танкистов, но и для их семей. Поэтому три года назад, когда мы ожидали получить 30 тысяч человек, нам пришло около 100 тысяч человек. В прошлом году мы сидели и думали, что придет, наверное, 100 тысяч человек, но это хороший классный отсын, там много людей. Мы получили 200 тысяч. Это было 200 тысяч в течение дня и порядка 70 тысяч единовременно. Что будет в этом году, если тенденция сохранится, я пока что не знаю, но я смогу сказать вам только 11 вечера, но мы готовы, мы увеличили территорию, мы готовы ко всему. В прошлом году мы узнали, что наш игрок счастлив, в этом году мы решили узнать, почему действительно он счастлив. Когда мы спросили игроков, думаю, что будет лучше, будет завтра игр лучше, чем вчера, а более 50% корреспондентов ответили, что будет значительно лучше. Примерно так же, если и вчера число, в 12 часов ночи, я поставил прогноз погоды до сегодня. Нет дождя, очень круто. В 4 утра, казалось, что еще будет немножечко плохо, но сейчас вроде, если вы были на улице, я не знаю, расскажите мне там хорошо. Да? Ну, класс. Нет дождя, хорошо. В этом году у нас громадная игровая зона. В общем, у нас более 400 устройств. 99 плюс нам 100 зон активности для всей семьи, 130 было футболков на момент создания презентации, сейчас их 136. 28 от объектов фото зон и более 100 гектаров развлечений. По сравнению с прошлым годом мы очень сильно ушли в сторону гостиницы Виктория, сделали там гигантскую детскую зону, добавили в подростковую зону. Все вперед, посмотрите, увидите. Итак, ну что такое Калибр? Калибр — это игра. Это игра специального назначения. Разрабатывает ее московская студия Vatsy Game Studios, которые до этого сделали Kill 2 Штурмовик. Я думаю, с этой игрой вы тоже все знакомы. Это один из наиболее реалистичных авиасимуляторов, который выходил за всю историю. Ну и выпускает игру в качестве издателя компании Wargaming. Иначе почему бы я здесь еще стоял? Распространяться она будет через игровой центр Wargaming по условно-бесплатной модели. И сейчас мы находимся в стадии закрытого бета-тестирования. Игра была анонсирована на Wargaming Fest, который проходил еще в Москве. С тех пор утекло столько воды, столько всего было сделано, что если я сейчас начну устанавливать и уходить во всю эту лирику, это зайдет даже всю пресс-конференцию или еще больше. Поэтому я просто скажу, что сейчас мы находимся в стадии закрытого бета-тестирования. Уже почти 50 тысяч человек поиграло в калибр, попробовал его. Мы получили кучу обратной связи, кучу поддержки, услышали слова, что да, в нас верят, что мы можем идти дальше, что мы в принципе готовы к открытому бета-тестированию. Нашим игрокам мы предлагаем возможность расширить свой игровой опыт, используя при этом понятное и знакомое решение компании, будто мультипроктовый лончер, экосистема сайтов, при этом используя свой единый игровой аккаунт, оставаться внутри вселенной Wargaming. Совсем недавно мы анонсировали нашу инициативу, и уже сегодня я готов поделиться первыми подробностями и назвать имена первых проектов. Первым продуктом станет игра от самосудского разработчика Fusion System Steel Division 2, созданная с большим вниманием к деталям и любовью к истории. Steel Division 2 посвящена событиям Второй мировой войны, в частности, событиям лета 1944 года, разворачивающаяся на территории Беларуси во время операции Багратион. Steel Division 2 — это стратегия в реальном времени с элементами тактической игры на глобальной карте, в ходе исторических кампаний, предоставляя возможность воглавить силы Красной Армии и Вермута. А в сетевых сражениях игроки смогут возглавить крупные подразделения стран союзников и оси. В первую очередь эта игра будет интересна поклонникам думчиво размеренного геймплея, готовым погрузиться в насыщенную атмосферу деталями боевых действий. Следующей новинкой, которая появится в нашем лончере, станет игра от российского разработчика Альтер Геймс «Партизан с 1941». «Партизаны» — это практическая стратегия в реальном времени, посвященная советским партизанам времен Второй мировой войны. События в игре разворачиваются осенью и зимой 1941-1942 годов в Псковской области. Это обратная сторона войны, куда менее изученная, чем полномасштабные фронтовые сражения. В игре будет показан быт партизан, холод, голод, лишение. Все это непосредственно будет отображено в игре и влияет на сам геймплей. Ожидается в игре три основных игровых режима. Это управление персонажами в реальном времени при выполнении миссий, управление и развитие своего партизанского лагеря и стратегическое планирование миссий на глобальной карте. Всем привет! Привет всем, кто живет в Минске. Привет всем гостям! Привет, ребята, кто visit Minsk for the first time. Я рад вас видеть снова здесь на Wargaming Pest День танкиста. Это огромное мероприятие, как говорил же Макс, с беспрецедентным количеством участников. Я надеюсь, что в этом году мы побьем все рекорды. Ну и давайте перейдем к танкам. Немножко слов расскажу, чем живет игра сейчас, какие у нас были достижения за последнее время. Совсем недавно мы забрендировали большущий 90-тонный БелАЗ. У нас был день рождения, 12 августа, в нашей игре исполнилось 9 лет, и сотрудники компании предложили нам сделать совместно вот такую вот брендинг, такую акцию. И этот красавец с брендингом, подаренным нам БелАЗом, красуется сейчас, стоит в музее БелАЗ и привлекает огромное количество посетителей. Боже, в целом лето для наших игроков выдалось очень жарким. Оно началось с ПВЕ режима. ПВЕ это режим, где живые игроки, люди сражаются против танков, управляемых ботами, так называемыми, управляемыми искусственным интеллектом. Это одно из, не первое, но одно из первых и довольно масштабное событие в этом формате, которое мы проводили. Мы довольно большую работу, кропотливую, в течение нескольких лет проводили над тем, чтобы разработать действительно сильный искусственный интеллект для наших ботов, чтобы они не были пушечным мясом, а действительно предоставляли челлендж. И мы увидели, что на самом деле для игроков, судя по вызову, после этого режима, этот бот оказался даже чересчур сильным иногда. Поэтому будем смотреть и принимать меры. Совсем скоро у нас запустится долгожданное возвращение режима «Танковые гонки». В 2014 году этот режим дебютировал, и сейчас, какой бы мы режим не выпускали, каждый раз игроки говорят «Все хорошо, но верните, пожалуйста, гоночки нам». И мы, конечно же, не могли не исполнить это пожелание наших игроков, и в сентябре гонки вернутся. Они полностью переработаны. Новая карта, новые танки различных моделей. И игроки смогут по-настоящему примерить на себя костюм танкового аса-пилота. Мы не стоим на месте не только в фичах, не только в различных режимах и ивентах, а также технологически. В прошлом году мы выпустили массивное обновление 1.0, которое перевело игру World of Tanks на новый графический движок. Мы не хотим почивать на лаврах, и мы понимаем, что это очень конкурентная среда, где мы должны постоянно быть на пике технологий. Поэтому мы анонсируем, что совсем скоро в World of Tanks появится Ray Tracing. Это сейчас очень хайповая, очень модная технология натуральных теней, которая использует самые передовые игры. И мы хотим ее вернуть тоже и в танки. Причем два момента. Во-первых, мы постарались, приложили максимум усилий, чтобы перформанс, чтобы производительность на компьютерах наших игроков не упала с введением этого. Это, конечно же, будет опционально, недоступно на средних и выше настройках. Но также игрокам не понадобится улучшать свои видеокарты, чтобы получить аппаратную поддержку. Ray Tracing будет работать и без них. Поэтому совсем скоро будем рады вам ее показать. Довольно большие новости. Каждый игрок сможет познакомиться с группой внутри World of Tanks. Это не последнее событие, которое мы с этой группой сейчас готовим. Мы подготовили еще пару сюрпризов, которые ожидают в будущем наших игроков. И у каждого из игроков будет возможность оставить эту группу в ангаре навсегда. В котором виде пока что, наверное, не скажу. Продолжение следует... Продолжение следует... И сегодняшний концерт будет только начать. Да, да, да. Мы работаем с WarGames уже несколько месяцев, пытаясь сделать что-то вместе для этого игра. Это было очень весело. И ваша команда была хорошая, и их дизайна была замечательная, и вы позволили нам ответить на то, как мы думали, что мы должны выглядеть в этом. И это было очень весело работать с вами. Таким образом. Спасибо большое, The Offspring! И, ребята, добро пожаловать сегодня! 9.45, The Offspring! Спасибо, ребята! Спасибо! Спасибо, ребята! Счастливо и хорошего WarGames Festa! Ну и что касается самого фестиваля. Знаете, это было грандиозно. Это было просто грандиозно. Народу пришло безумное количество. В прошлом году было 200 тысяч человек. В этом 250 тысяч человек. Но мне очень понравилось, что несмотря на действительно внушительное количество людей, обстановка была очень дружелюбная. Никакой агрессии, никаких подвыпивших хамов. Все было очень и очень прилично. И я, честно говоря, был удивлен, что труднее всего было увести с этого фестиваля не сына, который играет в танки, а именно дочь. Она осталась в полном восторге. И на следующий день она просто рыдала, когда узнала, что нельзя пойти еще один раз. Придется, видимо, ехать на следующий год. Я специально не снимал детей и людей, потому что, ну, это не очень правильно. Я думаю, просто если вы играете в танки, если вы цените качественные игровые мероприятия для всей семьи, вам обязательно надо приехать на этот фестиваль на следующий год. Я обещаю, что вы получите удовольствие. Единственное, лучше планировать не один день, не два, а там три-четыре, чтобы погулять по многочисленным паркам и музеям Минска. Минск очень хороший город, очень достойные и дружелюбные люди там живут. Мне понравилось. Думаю, что это был не последний мой визит. Да что там, думаю. Я просто уверен в этом. Пока, Минск. До скорого. Минск. 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 Продолжение следует...